Музыка Чаще всего мы выбираем свой танец здоровья, исходя из того, какая музыка нам нравится. С одной стороны, это, конечно, правильно, но если посмотреть с другой стороны, то вряд ли получится станцевать сальсу, например, под симфоническое произведение, а хип-хоп под вальс Чайковского. А есть ли такой танец, который можно станцевать почти под любую музыку? Да, и он называется West Coast Swing. Музыка Музыка Как всегда, начнем с терминов. West Coast Swing можно перевести как «свинг западного побережья». Оказывается, у этого танцевального направления достаточно длительная история. Считается, что West Coast Swing, или, как его еще иногда сокращенно называют, ВКС, появился в 50-х годах прошлого столетия на западном побережье США. Для социальных танцев это было время, когда Чарльз Стоун и Линди Хоп стали забываться, а на аванс-сцену выдвинулись другие свинговые рок-н-ролльные направления. West Coast Swing относится к социальным танцам, поэтому, в общем-то, изначально это полностью импровизационный танец. То есть, как я сказала, есть определенные принципы ведения исследования, чтобы партнер-партнершу понимал и в обратную сторону. Но в целом, да, это импровизационный танец. Каждая новая мелодия, каждый новый партнер, в общем-то, это новый танец с нуля, и фактически он не повторяется в предыдущем. Хотя есть определенные соревнования, на которых есть различные номинации, и какие-то номинации развивают социальные направления, что мы танцуем по случайным музыкам, по случайным партнерам. Есть номинации и такие шоу, где уже со своим партнером в костюмах, под определенную музыку, с определенной заранее заготовленной хореографией. То есть соревновательно бывает и так, и так, но изначально танец все-таки в школе социально-импровизационном. Леша, я слышала, что West Coast Swing сейчас самое популярное направление социальных танцев, по крайней мере, в России, и мне не терпится попробовать. Покажешь ли ты мне что-нибудь? Конечно, давай начнем. Первое, что нужно понять, это как работает данный ритм. У нас есть музыка, и мы его ловим коленочками. Назад. А, то есть не вниз, а как бы... Назад, да. Принципиально, что у нас движение идет назад. Вот, идет движение назад. И дальше у нас есть два варианта шага. Это либо так называемый дабл-степ, то есть я делаю приставка, шаг, приставка, шаг, приставка, шаг. Вроде пока не сложно. Пока не сложно, все достаточно просто. Следующий шаг очень важный, называемый трипл-степ. То есть мы делаем три шага на два счета, то есть мы делаем трипл-степ на два счета. То есть получается следующая штука. Мы поймали коленочками музычку и три шага. То есть будет трипл степ, трипл степ, трипл степ, трипл степ, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Несмотря на то, что это парный танец и есть партнер, который ведет, партнерша, которая должна вестись, следовать, соответственно, тому, что делает партнер. Но несмотря на это, есть очень много моментов, когда у партнерши есть свобода самовыражения. То есть есть музыка, под которую мы танцуем вдвоем. И у меня очень много возможностей интерпретировать эту музыку по-своему. То есть такое, так скажем, создание диалога в паре. То есть это, ну, как вот по жизни всегда же интересно не с собой в зеркале разговаривать, а с живым человеком. Ну, здесь то же самое, только посредством танца. Во всех других направлениях, которыми я раньше занималась, но это намного меньше. Вот просто на порядок. А как-то здесь вот очень много и очень интересно затянуло. Трипл степ, трипл степ. Хочется вильнуть бедром. А мы стараемся держать максимально себя ровненько. То есть такие цилиндрики, да, вверх максимально изолированы. И оставляем только ножки. Давай еще раз попробуем, да, чтобы нам поймать ритм. Коленочки. И начинаем с дабл степа. Тим, степ. Теп, степ. Степ, степ. Степ, степ. Поделали переход на трипл степ. И трипл степ. Трипл степ. Трипл степ. Трипл степ. Я бы сказала, что контингент у нас совершенно разный. Но в основном, ну, можно сказать, что, наверное, процентов 80 мужчин – это айтишники. Процентов 80 всех женщин – это бухгалтера, экономисты. То есть вот в специальности, которые люди проводят очень много с бумагами, с техникой, и людям не хватает просто человеческого общения, обыкновенных обнимашек. Вот. И хочется за ручки подержаться друг за друга, пообщаться. То есть, ну, вот. Мы делаем какие-то движения, которые мы не привыкли делать в повседневной жизни. Это очень полезно с психологической точки зрения. Мы уходим от шаблонов. Мы уходим от привычных сценариев, в которых мы сами себя загоняем, да, вот своего рода солдатики. Наверное, с того, чтобы жить свободно, мы начинаем жить ограниченно. И вот танец помогает обрести эту свободу. Танец помогает обрести больше контакт с собой. Лёша, а есть ли правила, когда мы переключаемся на трипл, когда мы переключаемся на дабл степ? Или это интуиция? Нет, безусловно, определенные правила есть, да. То есть вот внутри наших фигурок мы… Есть место, где мы танцуем трипл степ, и где дабл степ. И вот эти места достаточно определены, и мы, как бы, достаточно быстро научимся делать, где все происходит, и проблем с этим не возникнет. Ну, на самом деле, есть абсолютно разные причины, почему люди приходят в танцы, имею в виду, парни. Ну, самая распространенная причина такая, которая наслухует, наверное, чтобы познакомиться с девчонками. Некоторые знакомятся, у нас не редкие семейные пары образуются. Кто-то вот приходит, там, не знаю, знакомые привели, кто-то там просто там увидел какую-то рекламу по телевизору, пришел. Разные причины, на самом деле. А, собственно, первая фигура, которую мы сегодня изучим, так называемый пушбрейк. Уже наконец-то в пару. Танец, танец, парни. На самом деле мы начинаем всегда танцевать в закрытой позиции, но сейчас нам будет чуть-чуть, для первой фигурки будет проще изучить такую позицию. То есть, как происходит движение? То есть, первое, что нам нужно, это наше называемое базовое взаимодействие. То есть, мы качаемся вперед, качаемся назад. В общем-то, в большинстве танцев оно так и происходит. То есть, мы вперед, назад. Это наше взаимодействие. Теперь, когда мы находимся в позиции «ушли назад», партнер начинает вести партнершу, двигаясь назад. То есть, я сейчас буду наступать с левой ножки назад, ты наступаешь вперед с правой ноги. Получается шаг, еще один шаг. И вот теперь двигаешься на меня и делаешь трипл-степ. Три-пл и степ назад. А! Сейчас, позволь показать. То есть, получается, женская партия такая, что шаг-шаг, три-пл-шаг и еще один три-пл-степ. То есть, два шага и два трипл-степа, которых мы сейчас делали. Шаг-шаг, три-пл-шаг. Вест-кофт-свинг очень легко отличить от других социальных танцев. Несмотря на то, что в нем есть элементы, похожие на сальсу, хасту или бразильский звук. Но все-таки вест-кофт-свинг отличает какая-то тягучая эластичность. Такое впечатление складывается из-за особого мягкого взаимодействия партнеров и скользящего движения основного шага. Также нужно отметить, что в этом танце у партнерши есть большая свобода в выражении индивидуальных акцентов, чем в других социальных танцах. Вест-кофт-свинг. Когда мы танцуем, мы и больше приходим в контакт с собой, и больше приходим в контакт с миром. И даже если мы занимаемся танцами непрофессионально, ну как придется, да, понятно, что у всех есть проблемы со временем, но даже если временами приходить на занятия танцами, то после этого вы уйдете из своей студии немножко измененными. Вы другими глазами посмотрите на себя, и вы другими глазами посмотрите на мир. Еще разочек, три, пол шага. А, подожди, подожди, сбилась. Я все время продолжаю вперед. Да, твоя задача все время двигаться вперед, пока партнер тебя не перенаправит. То есть ты двигаешься вперед, вперед, вперед и назад, и просто на месте. Просто вперед, вперед и назад, и просто на месте. И вперед, вперед и назад, просто на месте. Все просто, я думаю. Ну, пока кажется, что да. Ну, на самом деле, все социальные танцы, они, в общем-то, объединены одной идеей, да, что у нас есть там партнер-партнерша. Ну, в России это, как правило, мальчик-девочка, за границей бывает по-разному. И, в общем-то, есть лидер, тот, кто ведет, да, у него есть определенные принципы, как он это дело ведет. То есть это не то, что прям жесткая математика, но определенные какие-то правила есть. И, собственно, второй человек, называемый там фолловер, или как бы тот, кто следует, то есть он, ориентируясь на ведение партнера, как-то вот встраивается в его картинку танца, там что-то добавляет. Поэтому, например, в эскос-свинге вот мы говорим, что партнер задает направление, куда там партнерша двигаться, задает фигуру, а уже партнерша сама решает, как ее сделать. То есть там где-то ручкой махнуть, где-то ножкой махнуть, где-то попой вильнуть и так далее. То есть такой у нас получается разговор. Там партнер задает тему, партнерш ее подхватывает и как-то вот украшает. То есть мальчики у нас всегда умные, девочки у нас красивые. А следующая базовая фигура, которую мы изучим, она мне сегодня понадобится, называется паз налево. В ногах у партнерша будет все то же самое. То есть это два шага и два трипл-степа. То есть, позволю, сначала я покажу, как это выглядит. Будет выглядеть это следующим образом. Ты будешь двигаться вперед, шаг, шаг. Партнер будет тебя пропускать, и ты будешь двигаться вперед трипл-степом. Трипл-степ и разворачивайся к партнеру трипл-степ. И снова шаг, шаг, трипл-степ, трипл-степ. Несложно. Дай попробую сделать. Давай. То есть я как партнеру буду уходить и тебя пропускать. То есть мы делаем шаг, шаг. Ну почему в свое время слово свинг, да, взяли свингеры в свое понятие. Ну просто очень положительное слово на самом деле, да. И свинг – это смена партнеров на танцполе, да, потому что музыка меняется, партнеры меняются. Всегда интересно почувствовать, то есть построить что-то новое, да, вот с другим партнером. На самом деле ни один танец, он не повторяется. У вас новая музыка, новый партнер, новое настроение. Да, и с тем же самым партнером, но под другую музыку это будет совсем другое, да. То есть вот за 3-4 минуты музыки, да, можно какую-то личную такую жизнь построить фактически. Такая вот небольшая такая сублимация, но вот на самом деле это вот в этом и неинтересно. Последняя вещь, которая нам сегодня понадобится, чтобы станцевать какую-то простую вариацию, это заход в закрытую позицию с помощью поворота. Собственно, шаги у партнерши будут следующие. Очень простые. Все то же самое, что мы делали сейчас, только добавляем повороты. Это будет шаг, шаг. Здесь будет партнерший поворот. Три-пл-шаг и на месте. Это сейчас ты показал мою партию. Это будет твоя партия, да, заход заходить в позицию, давай вместе с тобой сделаем. Давай еще раз. Отсюда, да? Да. Тогда давай ты чуть-чуть вперед встанешь, а я вот так. Хорошо. Начинаем с правой ножки. Шаг, шаг. Здесь будет поворот. Три-пл-шаг и просто на месте три-пл-степ. Еще разочек, шаг. Вернемся к истории Весткост-цвинг. В середине 50-х годов в Америке почти в каждом штате развивался свой социальный танец. Популярность одних угасала, другие, наоборот, распространялись по всей стране и даже выходили за ее пределы. Любопытно, но Весткост-цвинг долгое время был известен под разными названиями. Например, один из самых знаменитых хореографов того времени в Америке, Артур Мюррей, называл это направление «софистикейрид свинг», что можно перевести как «утонченный свинг». Главное не сбиваться с основного шага, секрет в этом. Точно. Главное выдержать вот шесть счетов наших. Раз, два, три и четыре. Пять и шесть. Будем держать, все остальное повысь. Пробуем наш поворотик. Выглядит он в следующем образом. Мы шагаем шаг, еще один шаг, поворот, ручку поднимаем. И мы в закрытой позиции три-пл-степ. Еще разочек. Мы делаем... Я тоже сомневаюсь? Да, абсолютно верно. Раз, два, поворот, закрытая позиция. Собственно, мы сделали четыре-три фигурки, которые нам сегодня понадобятся. Танец у нас, как правило, для взрослых людей, поэтому танцуем мы не на вытянутых рычагах по-пионерски. Мы танцуем именно в закрытой позиции. Начинаем. Я бы не сказала, что это очень энергозатратный танец. И мы вообще говорим всегда нашим ученикам, что это танец ленивых. Все, как мы любим. То есть зачем лишний раз перенапрягать себя, когда ты хочешь отдохнуть? Все-таки мы танцуем в удовольствии. Ну, зачем? Можно, конечно, танцевать так, что после первого танца ты пойдешь отдыхать 20 минут. Но это тренажерный зал. Зачем нам это надо? Поэтому мы можем танцевать часами, при этом не очень сильно уставать. Социальные танцы существуют почти во всех странах мира. Например, хореограф Артур Мюррей говорил следующее. Легко понять, почему хорошие танцоры привлекают. Достаточно взглянуть на толпу в танцевальном зале. Те, кто танцуют хорошо, имеют счастливое выражение лица. Они как бы сливаются с мелодией. Мало того, что они наслаждаются, но и их партнеры хорошо проводят время так же. Людям нравится танцевать. Они рождаются с глубокой и врожденной любовью к движению времени. Лёш, такой вопрос. Всегда танцору мешают руки начинающему. Ну, то есть, когда мы с тобой встаем близко, я понимаю, что куда класть руку. Да, проблема не возникает. Когда ты меня отпускаешь в поворот? Если отпускаю в поворот, самое простое для партнерши, да, чтобы руки не были здесь. И как-то, знаешь, странно, не были в стороне. Согласен. Самое простое – это держать свою рамочку. То есть вот у нас есть рамочка, да, если я не знаю, куда девать ручки, я начинаю поворачиваться, ручки просто перед собой. Оно так удобнее всего. Собственно, давай попробуем сейчас танцевать это всё вместе. Начинаешь? Медленно, пока что. Конечно. То есть мы начинаем с нашего, чтобы нам поймать взаимодействие, да, мы стоим на месте и просто слушаем музыку коленочки. Коленочки. На самом деле, в эскосфинг, в общем-то, это имеет место быть утверждение, что танцуются практически под любую музыку. Другое дело, что есть разговор про то, под что более комфортно танцевать, под что менее комфортно танцевать. То есть, допустим, если мы возьмём музыку вальса, да, то есть она идёт на три счёта, уложить туда какой-то другой танец, кроме вальса, ну, достаточно будет проблематично. Вот у нас в эскосфинге мы танцуем там на четыре счёта, поэтому фактически любая музыка современная, которая играет, там, по радио она нам подходит, то есть то, что там хастел танцуют, там, даже что-то там, не знаю, из зука, из сальса, то есть из многих танцев музыка может подойти. Другое дело, что вот под каждый танец есть определённая специфика, там, вот по движениям, да, по энергетике, которая захватывается в этот танец, и нужна там соответствующая музыка, поэтому здесь вопрос удобно-удобно, нравится-не нравится, но технически практически подо всём можно станцевать. Вот, мы встали в нашу изначальную позицию, из которой мы сейчас сделаем пас налево, мы его штанцевали. Вперёд, шаг, шаг, трипл степ, трипл степ, пуш-брейк, два, трипл степ, и заходим в закрытый через поворот. Раз, два, три и четыре, и мы снова в закрытой позиции. Можем отсюда станцевать снова пуш-брейк. Раз, два, пуш-брейк. Интересно, что West Coast Swing никогда не терял своей популярности и был танцем здоровья для многих поколений. Например, в 1988 году он даже был провозглашён официальным танцем штата Калифорния. Со временем появилось несколько подстилей. Они отличаются друг от друга разными акцентами. Где-то сильная доля выделяется движением наверх, где-то наоборот вниз. Но основной танцевальный квадрат West Coast Swing исполняется на шесть счётов. Это даёт огромную возможность для импровизации как для партнёрши, так и для партнёра. По-моему, всё очень просто. Да, теперь надо это всё главное соединить, руки, повороты, ноги, потому что мне ещё автоматом хочется смотреть, конечно, на ноги, чтобы понимать, попадаю ли я вот в эти вот два счёта или, соответственно, три быстрых. Пока что самое сложное вот это вот. Действительно, это первое время возникает некоторые сложности, потому что это, в общем-то, отличается от многих других танцев, которые люди танцуют. Но на этом уровне всё сейчас просто. У нас все фигуры идут на шесть счётов. Первые два счёта – это просто шагаем. Вторые четыре счёта – два трипл-степ. Получается всегда шаг, шаг, трипл-степ, трипл-степ. Возрастных ограничений как таковых нет. Есть, скажем так, страновая специфика. Я бы сказал, что, допустим, в России у нас Вескосфинг – это не самый молодой танец из тех, что там танцуют. Допустим, если брать хастл, то есть там средний возраст поменьше, чем в Вескосфинге. То есть в Вескосфинге начинают уже танцевать люди более-менее такие состоявшие. Это, конечно, не танго, где приезжают уже на Бентли и на храмы казе не подъездишь. Но здесь уже люди, которые, в общем-то, закончили университеты, как правило, то есть имеют какую-то работу, имеют какой-то доход. Пограничений сверху тоже нет, но у нас в России пока, к сожалению, не сформировалась еще ячейка, скажем так, людей в возрасте, которые танцуют. Если брать Европу, Соединенные Штаты, там на самом деле людей в возрасте, даже пенсионеров, их реально очень много, и там это поощряется. И когда ты приезжаешь, на самом деле очень интересно получается, как их пенсионеры танцуют. То есть порой мы так не можем, как они. Но в целом возраст такой где-то 25, выше, 45-50. Хотя любой возраст абсолютно приемлемый, просто пока так складывается. Никто не сказал, что завтра они придут более молодые или более пожилые. У нас партнерша работает по принципу маятника. То есть у нас партнерша стоит в одной точке, и когда партнеры начинают вести и пропускают, партнерша уходит до конца в противоположную сторону. Собственно, снова раз, два, три, четыре, пять и шесть. Поэтому возникает принцип такой. Как только партнер ушел с линии танца, партнерша... Значит, вперед. Абсолютно верно. То есть проходим вперед, трипл степ, делаем вперед до упора, пока рука партнера не закончилась. Если партнер, допустим, остается перед партнершей, то трипл степ мы делаем на месте. Как только он ушел, вперед, остался перед партнершей на месте. То есть вот наш базовый принцип. Можно сколько угодно быть активным в интернете, быть активным на бумаге. Быть активным, знакомым в коллективе. Но это совершенно ничего не значит, если ты вдруг попадаешь в достаточно большую компанию по-другому активных людей. По-другому активных, имеется в виду, это не активность пойти выпить в баре, посидеть с друзьями. Это немножко другая активность. С помощью танцев можно очень сильно расширить свой кругозор. Не просто общение. То есть это могут быть другие люди, это могут быть другие страны. То есть на самом деле контингент совершенно и в плане общения, и людей, он потрясающий. Во многих свинговых танцах можно заметить ретро-стилистику. Оно и понятно. Танец как бы впитывает в себя признаки той эпохи, в которую появился. Отличительная особенность West Coast Swing – постоянное развитие. Благодаря этому его можно исполнять под большинство современных хитов, которые звучат по радио. Поэтому ваш вариант West Coast Swing будет уместен на любом танцполе. Субтитры делал DimaTorzok Любой танец – это все-таки визуальное искусство. И начиная заниматься танцами, мы все-таки хотим видеть себя красивыми. Мало кто хочет видеть себя горбатым, кривым, потому что я такой. Ну да, ты можешь быть таким, но танцы все-таки люди как-то выправляют. Я не могу сказать, что… Точнее, я могу много что сказать, что мы конкретно, какими мышцами мы работаем, но понятно, что это будет не с первого занятия, не с десятого, иногда даже не совсем и с сотого. То есть на определенном этапе мы подключаем свои мышцы, мы начинаем как-то больше как-то себя раскрывать, больше работать уже над своим балансом, над своей устойчивостью, над своей отсанкой, над тем, чтобы не болели ножки, не болели коленки. Да, как бы над этим тоже можно работать. Ты знаешь, очень непривычный ритм, то есть отличается действительно и от сальса, и от хастла, и ты понимаешь, что во время медленного шага ты можешь что-то сделать, а одно во время вот этих вот трипл-степов ты можешь сделать что-то другое. Собственно, в этом и наша универсальность, что у нас есть целых шесть счетов. То есть партнер на счет раз повел партнершу и дал его свободное время, в течение которого она может пройти, и не просто шагами сделать, а красиво махнуть ручкой, вильнуть попой, сделать что-нибудь еще симпатичное. Вот в этом и возникает наш разговор. Да, потому что шесть счетов – это на самом деле для танца достаточно много, и можно сделать многое. Это мы только начинаем, если мы будем продолжать дальше, то есть фигуры более длинные на 8 и на 10 счетов. О, как! Попробуем побыстрее сделать. Давай. Мне, конечно, страшно, но эксперименты ради. В чем же секрет популярности социальных танцев во всем мире? Во-первых, не обязательно быть профессиональным танцовщиком в прошлом. Во-вторых, не нужно иметь в гардеробе ворохбальных платьев, танцевальных туфель или фраков. В-третьих, такое красивое хобби позволяет нам отвлечься от повседневных проблем. В-четвертых, танцы – это отличный способ поддерживать свое физическое здоровье. И в-пятых, все-таки социальные направления осваиваются быстрее. Поэтому достаточно в скором времени вы уже сможете продемонстрировать свое мастерство на вечеринках, которые проходят во многих городах России. Получается, что мы совмещаем приятное с полезным, заводим новые знакомства, поддерживаем тонус в нашем теле и получаем психологическую разрядку. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. У нас уже все получается. Слушай, это весело. То есть, в общем-то, уже с этим можно идти в вечеринку танцевать. Это очень легкий танец. Научиться можно за месяц, уже можно зажигать на вечеринке. Ну, это, конечно, все хорошо, но я могу сразу сказать, что неправда. Ну, я, может быть, кого-нибудь расстрою, но это действительно неправда. В зависимости от уровня мастерства и времени практики Весткост-цвинг можно исполнять в разных манерах. Спокойный танец даст нам легкую аэробную нагрузку. Несколько месяцев регулярных занятий, и наши мышцы приобретут тонус, а спина расправится. А вот на продвинутом уровне этот танец уже не покажется таким легким. Эффектные вращения и трюки заставят мышцы поработать. Весткост-цвинг улучшает кровообращение во всех зонах, а именно это со временем позволит сформировать хороший мышечный корсет. Слушай, тут очень важен партнер, конечно. Абсолютно верно. То есть, именно партнер задает те моменты, когда мы двигаемся вперед или когда мы двигаемся назад. Так, потерялась. Ничего страшного, такое бывает. Если у нас происходит разрыв на вечеринках, мы там не впадать в панику, не плакать. В панику ни в кое лучше не начинаем извиняться. Спокойно снова подошли. Улыбнулись, как бы так и положено снова. Поймали музычку. И поехали. И пять, шесть, семь. И тэп. Стэп. Сначала мы учимся ходить под музыку, потом учимся слушать музыку, потом мы начинаем учиться ходить в музыку, чтобы это уже как-то вот совпадало. Но это еще не значит, что мы научились танцевать. То есть, на все нужно определенное время. Мы еще называем это наработать километраж. То есть, как-то вот дети же тоже не сразу встали и пошли, да. То есть, они сначала кривенько, с ручками, ползочком периодически по стеночке, и только потом начинают бегать. Ну, как бы то же самое, да. То есть, в танцах я, наверное, так же могу сказать, что начать ходить-то можно, да. А вот начать танцевать и получить удовольствие от танца, то есть, на это нужно потратить время и какое-то усилие приложить все-таки. Слушай, Леша, ну спасибо, на самом деле, большое, потому что я не знала, чего ожидать от West Coast Swing, потому что слухи ходят разные, вроде как и сравнивают с разными танцами. Но после такого короткого мастер-класса я могу понять, что действительно West Coast Swing – это определенно свое направление. То есть, он не похож на сальсу, он не похож на хастл. У него есть свое очарование. Я рад, что тебе понравился танец. Противопоказаниями для West Coast Swing могут стать только заболевания в период обострения. В целом, в этом танце вы можете двигаться плавно, выбирая щадящую и малоинтенсивную нагрузку. Даже если ваш врач разрешает вам делать только основной шаг, это не повод отказывать себе в маленьких танцевальных удовольствиях. И негласное и парадоксальное правило социальных танцев говорит – не мешайте партнеру. И если вам разрешено или хочется двигаться исключительно в медленном темпе, все равно танцуйте. Самое сложное в West Coast Swing – это сделать первый шаг. Немного смелости, и все обязательно получится. Иначе так и останетесь сидеть на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok